Всем привет! В сегодняшнем видео мы поговорим о такой неотъемлемой части игры, как кооперативные данжи. Здесь вы узнаете, что это вообще такое и подробности каждой из данжей разберем в механике и прохождение. Кому понравится видео, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, на все постараюсь ответить. Погнали! Для того, чтобы зайти в меню кооперативных данжей, нажимаем вот сюда и перед нами открывается вот такая вот менюшечка, где присутствуют данжи. Рассказывать я буду о преимущественно Т1 данжах, вот этих, которые открываются на 50 уровне. Почему про них? Потому что о вот этих рассказывать бессмысленно. Это упрощенная версия вот этих о Т2 данжах, будет видео попозже и отдельно, так как на старте их может быть не будет, а может быть и будет. Видео о них выйдет немножечко попозже. Итак, что это такое? Это закрытый инстанц, кооперативное подземелье, в которое заходит одна пати, 6 человек. Можно сделать быстрый подбор участников, то есть вы выбираете роль, допустим я ДД, начать подбор, он ищет вам пати. Это, насколько я знаю, межсерверная, то есть здесь должны быть 1 танк, 1 хил и 4 ДД. Можете собрать сами пати, из своих друзей зайти, то есть проблем никаких нет. Ходить в эти данжи нужно будет ежедневно. Для того, чтобы открыть сундук в конце подземелья, нужны будут вот такие вот очки. На Т1 данжи тратится 300 таких очков, на Т2 данжи тратится 450 таких очков. Они пополняются каждый день на 900. Также будут какие-то ивенты, где будут добавлять их больше, но в среднем, вот скорее всего, будет 900 очков в день. 900 очков в день это 3 данжа. Как мы понимаем, MMORPG подразумевает улучшение своего персонажа и добывание, так скажем, шмотки и улучшение ее. Очень много хороших вещей падает в этих открытых данжах, поэтому вы будете много времени здесь проводить. Их у нас 6 штук. Карникс, Шейкал, Собачка, Мясник, Тюрант и я его называю Антквин. Если кто-то в Балбла играл, понимает кто это. В каждом данжи из этих 6 присутствует свой уникальный дроп. То есть здесь может выпасть как амитой, к примеру, в каждом. Потом в каждом из них падают вот такие вот жетоны контрактов бездны. Также падают странички и падает вот такой вот осколок души измерения с каждого из них. Слезки и вот такие вот заточки различные, камушки и шмот соответственно. Как синий, так и фиолетовый. И тут уже мы, ребят, заходим и смотрим, что нам нужно. К примеру, я лучник. Мне нужен вот этот лук. Значит преимущественно я начинаю ходить в этот данж и пытаюсь его выбить. Ну и также со всем остальным. Далее по осколкам. Когда мы собрали с каждого данжа по 10 вот таких осколков, мы можем создать вот такой вот камушек. И с помощью этого камушка взять вот такой вот сундучок. За него нам дают две бижи, два кольца на выбор. Это хорошие колечки. Тоже советую их поначалу всем делать. По очкам у нас, как вы видите, есть кап очков. Это 4,5 тысячи. Желательно до него не доводить. Также, ребят, очень важная штука, которую кто-то может не знать. Очки могут уходить в минус. Допустим, у вас 100 очков, а для открытия сундука нужно 300. Вы можете открыть сундук и у вас станет минус 200. Также можете ходить в данж, даже если у вас нет очков. К примеру, там помочь своему другу или сделать квесты там присутствуют тоже в данжах. Квесты тоже старайтесь проходить. Помимо этого дам совет в прохождении. Скажу о том, что желательно иметь свою конст-пати. Для того, чтобы меньше нервничать, меньше стоять в очередях и ждать каких-то рандомов, которые могут, не знаю, там, к примеру, в конце данжа просто ливнуть или не знать механик. И очень долго будете проходить. В общем, в любом случае, своя пати это всегда хорошо и всегда лучше, чем рандом. Теперь, ребят, поехали о каждом из них поподробнее, со всеми механиками и нюансами. Поехали. Это у нас Карникс. Самый первый данж. Здесь у нас, что самое главное, это вот эти мечники. Сейчас увидите, что с ними нужно делать. Пачка обычная, как и везде, хил, танк, 4 ДД. В дальнейшем, когда уже все прокачаются, в принципе, можно и без танка это проходить. Вот сейчас, смотрите, будет мечник. Вот он, мечник. Слышали, он крикнул. Широбурагита. Это будет ваша любимая фраза. Когда он начинает кричать эту фразу, ему нужно дать стан, опрокид, в стенку вытолкнуть, заморозить, что угодно. Но если вы этого не делаете, то он бьет очень больную массуху, которая просто в стороны разлетается. Вот опять они, два мечника. Вот им дали контроль, поэтому никто не взорвался. Сало также можно им давать. Так, в принципе, мобы здесь ничего сложного. Желательно сначала бить какого-нибудь хила, потом уже ДДшек. Ну и, естественно, вот эти мечники в приоритете, нужно за ними следить постоянно. После того, как мы их убили, открылась дверь. Здесь у нас большой зал. То же самое, все аккуратненько. По какому-нибудь из краев, где меньше мобов, просто проходим вперед. Вот в данном случае, видите, по правой стороне, аккуратненько пробегаем. Здесь тоже желательно вот встать, как сейчас мы, в серединку. Потому что здесь по краям мобы, слева и справа. Если аккуратно пройти по центру, то их не сагрит никто. Но у нас сейчас вот чувачок один сагрит. Это у нас босс перед нами. Тоже ничего сложного. Он дает такие кружочки синие массуха. Но он их дает на оранжевиков в основном. Сейчас он не успеет этого сделать, потому что мы его очень быстро просто убиваем. А так, в принципе, ничего особенного. Просто убиваем его, да и все. Как видите, мобов сагрили мы. Обратно идем. Там открылась дверь. Вот здесь, как вы видите, зал есть прямо. Если по карте смотреть. И есть слева, справа два помещения. Тоже в них два рычага. Вот нужно открыть эти два рычага. И слева, и справа. Тогда центральная дверь открывается. Вернее, вход в центральную комнату. И вы можете заходить туда, убивать босса. Сейчас вот я сделал очень неаккуратно. Можно аккуратненько юзнуть инвиз. Если кто-то есть даггер нормальный. И пробежать, открыть этот рычаг. И, в принципе, не сагрить мобов. Вот сейчас нас убил мечник. Просто у нас никто контроль ему не дал. И мечник юзнул вот этот свой скилл. Он очень больно бьет. Вот имейте это в виду. Тут уже мобов нету, поэтому проще и на эту сторону идти. Это, ребят, фреш сервер. Здесь ускоренная прокачка была. Усиленные, так скажем, персонажи. Поэтому это все проходится очень быстро. На старте будет намного сложнее. И шмот будет у вас половина зеленого, половина синего поначалу. Вот он, второй босс. На этом боссе, к сожалению, тоже мы здесь этого не увидим. У него есть такой скилл, как щит. Просто вы по нулю будете бить. И после этого щита он бьет такую же масуху, как и вот эти мечники. Он начинает бить щитом. И в этот момент то же самое ему, вот Учкуду, вот в это время ему надо то же самое дать стан. Либо прокид, либо заморозить. Но он бьет такую же масуху, но намного сильнее. И поехали дальше. Это у нас финальный босс, Карникс. Сейчас по нему тоже все расскажу. В общем, поначалу танк встает в какой-нибудь один край. И старается держать босса от всех остальных. Ну, куда-нибудь в стенку, чтобы он смотрел. С другой стороны, напротив встает какой-нибудь рейндж. Почему? Потому что босс будет прыгать от танка к самому дальнему игроку, кто стоит у вас. Вот, поэтому самый дальний игрок, вот этот рейнджевик, он тоже должен быть, когда на него босс прыгает, стараться отвернуть его от всех. Чтобы он вот ставит свой конус, он постоянно бьет. Чтобы он давал не во всех, а куда-нибудь в сторону. Вот видите, он сейчас в сторону дал. Вот он прыгнул на самого дальнего стоящего игрока. Прыгнул обратно теперь к танку. То есть он все время будет вот это делать, прыжки свои. То есть тут у нас отрабатывает танк и рейнджовый игрок самый. Кьюшка обычная. Она, в принципе, долгая. По идее, все ее успеют нажать. Ну, пока что вот из скиллов только конус. Вот, теперь он на некоторых игроков накинул эти мячи. И просто в сторонку аккуратненько начинаем убегать от них. Но следим за стаминой. За стамины следим. Сейчас поймете почему. Вот смотрите на меня. В данный момент повешали круг. Вот после этих мячей все время обычно собираемся в центре. И нужно разделить урон. То есть все игроки. Ну, там кто-то один может не зайти, в принципе. Все игроки становятся в этот круг. И босс подходит к вам и бьет масуху. Если там стоит 1, 2, 3 игрока, то они умрут. Если стоит там 4, 5, 6, тогда они просто разделяют урон и все остаются живы. Бывают такие ситуации, когда проще одному игроку на кон круг умереть, чтобы остальные остались живы. Но это когда у вас осталось там 3-4 человека, тогда, наверное, проще так сделать, потому что вам не хватит хп, чтобы разделить этот весь урон. Вот видите, встали все в круг. Он подошел, ударил. Сразу за этим кьюшка. Оп. Кто-то прыгал, кстати. Далее опять кьюшка. И все идет по кругу. Опять он прыгает на дальнего. Опять бьет свои вот эти вот конусные атаки. Ну и, соответственно, следим за кьюшками. Больше тут ничего у него нет у этого босса. Вот он прыгнул на самого дальнего. И вот видите, если бы сейчас он развернул, допустим, в другую сторону, то столько людей бы урон не получил уже, как сейчас. Опять мячи повешал. Вот видите, я бегу. И следим за стаминой. Оставляем ее на одну кьюшку хотя бы. Все, сбегаемся в центр. В центр. Вот видите, опять кружок, опять разделение урона. Кьюшка сразу. Вот на эту кьюшку надо оставить стамину. Ну и, в принципе, все. Карникс пал смертью храбрых. Поехали дальше. Underground. Пещера разрушения. А.К. Не знаю, как хотите, так и называйте. Поначалу комната с муравьишками. Просто мы их убиваем. Также здесь будут муравьи, которые отравляют на протяжении всего данжа. Сейчас увидите их. Вот они вылезли, зеленые муравьи. Они взрываются и отравляют. Взрываются они очень больно, когда к вам подбегают. Вот он, смотрите, подбегает. Взрываются. Их можно, кстати, задоджить кьюшкой. Просто, когда он к вам подошел, кьюшку на бегу или на месте, без разницы. Кьюшка вас может спасти от взрыва. Либо быстро задамажить нужно его. Далее поехали в вторую комнату. Здесь есть, видите, личинки зеленые, красные и синие. Зеленых не бьем. Ну, вернее, бьем последними. Остальные бьем первыми. Вот голубую сразу убиваем. Красную сразу убиваем. Потому что с красной и голубой вылупится большой муравей. А с зеленой вылупится вот этот отравляющий муравей. В принципе, его даже можно не бить. Поэтому делают так обычно. Систем красный и синий. А, вон еще желтая, кстати, есть. Все, добили. Появился муравей. Принцесса-мутант. Ее просто так же танк держит. Остальные дамажим. Ничего сверхъестественного на ней нету на этом боссе. Ну, даже это не босс, а элитка. Следующая комната. Здесь ядовитые мешочки сначала убиваем. Далее появляются вот такие два зеленых взрывающихся и один обычный. Еще раз то же самое. После этого появляются взрывающиеся муравьи и муравьи вот такие связаны с коконом. Видите? Нужно сначала убить муравьев, связанных с коконом. Всех троих. И как убили третьего, идем и убиваем гигантское яйцо или что-то такое. Вот меня взорвал зеленый муравьев, видите? Кьюшку я не успел нажать. Очень больно они взрываются. Тут тоже на нем ничего сложного нету. И пришли мы до главного босса. Здесь вот такая вот полянка. Три яичка вы видите на скалах. Вот их все три надо сломать. И тогда начнет появляться главный босс. Вот она красавица. Королева, да? Лицериус. Поначалу что, танк его держит. Хилл держит танка. Но также следит за остальными. Вот. У босса, в принципе, я бы не сказал, что прям сильные атаки. У нее есть серия из трех ударов. Кстати, босса надо бить обязательно вплотную. Если кто-то переагрит от танка босса, он начинает бить вот такой вот массухой большой. Если это происходит, то нужно подбежать вплотную. И тогда эта массуха не будет бить. Как вы видите, появились сейчас монстры. Муравьи синие и красные. И вы видите, вот тут вот справа, вот здесь вот справа, появился также кружочек синий. Видите, он бывает синий, бывает красный. Это я сейчас расскажу механику. Как по механике проходить, я расскажу, как без механики проходить. Здесь в центре самом находится камушек, который в дальнейшем начнет просто подниматься вверх. Сейчас увидите это. И мы видим, если у нас вот здесь синий круг, то соответственно моба вот этого, красные и синие муравьи, нам нужно убить синего муравья. И тогда вокруг него появляется синий кружок. И он кидает баф на всех. Если вы с этим бафом встаете сюда, на вот этот камень, тогда все будет окей. И вы не умрете. Если без бафа, то вы умрете просто. Вот как вы видите, на мне сейчас есть синий баф, потому что я вставал. Вот я встаю, это по механике я выполняю, можно по-другому. Вот сейчас она бьет масуху. Вот если никто наверх не залез, то умирает. И летим сюда. Это первый вариант. Второй вариант. Здесь убиваем моба сразу. Летим на ту... Летим сразу на тот камень, где моб и убиваем моба. Далее опять к нему. Также, если не выполнять механику, можно сразу бежать на вот этот камень. Сейчас я чуть-чуть отмотаю, покажу куда. Сейчас покажу. Если не убивать этого муравья и не выполнять механику, как только он начинает кричать, мы должны сразу убежать вот сюда. Сначала вниз на камушек, чтобы вас не откинуло прямосухи. Здесь будет яичко. Как только яичко отсюда исчезает, мы поднимаемся и встаем здесь. И потом уже бежим туда, где арестнулся моб. Это не по механике. Кстати, вот этот баф, который синий или красный дают муравьи, он еще и добавляет атаку тем, на ком висит. Вот, еще механика. Смотрите, какая у него есть личинки. Вот видите, сейчас на мне личинка была серая. И на чувачке была серая. Мы скрестили, она стала зеленая. Тот, на ком зеленая личинка, он может снять... Он может снять с других сопартийцев серую личинку, и тогда вообще вас не подкинет вверх, как вы сейчас было в дерево. То есть, зеленая личинка с ней лечит вообще всех. Серая просто взрывается больно. Больше никаких механик у него нет. Поехали далее. Бутчер. Поначалу нас встречает вот такой вот мобец, которого нужно просто убить. С него падает мешочек. Вот он, мешочек там под ним. Его нужно забрать, для того, чтобы можно было юзнуть этот вот лифт. Если его не взять, то на лифте не получится поехать. Тут мы встречаем мобов. Также, видите, взрывающиеся такие штуки аккуратно. Смотрите, мост можно использовать так, что танк мобов может сбросить. У него есть скилл толкания. Можно собрать пачку мобов. Вот он, видите, танк идет, собирает монстров, которые нам не нужны. И уводит их отсюда. Нам нужно по заданию, если посмотрите, победить теневого орка старейшину. Обычно это как делается, просто нужно убить всех орков. Каких-то, допустим, танк может скинуть с моста. Каких-то здесь просто масухами запинывают, да и все. Вот, видите, открыли. Открылась дверь дальше, чтобы пройти. Далее, во второй комнате нас встречает босс и тоже некоторое количество мобов. Тут у нас присутствует тоже механика с овцами. Если кого-то превратили в овцу, то нужно либо отбегать как можно дальше, либо убивать орка шамана, и под ним появляется синий такой кружочек. Туда подходите, и овца с вас исчезает. Если овцу вовремя не снять, то она просто взрывается и убивает всех, кто вокруг стоит. Идем дальше. Здесь вот этот администратор ключей. Просто его так же задамаживаем. У него ключ от следующего моста. Чтобы дернуть мост, нужно лутануть с него ключ этот. Здесь мы всех мобов уже убиваем. Ну, либо бывает такое, что танк с ними ходит, пока вы дальше будете делать. По-разному делают. Бывают умельцы танки, которые хорошо прям с мостов вот этих скидывают. И им, допустим, на изи собрать какую-то большую пачку и потихонечку скинуть всех с моста. Далее, что делает танк? Собирает мобов, которые нам мешают. Обычно так делают. Ну, либо убивают их всех потихонечку. Либо танк так же собирает мобов, которые мешают проходу и убегает, пытается скинуть их с моста. Либо ждет, пока вы разберетесь с этими шаманами. И потом они уже, в принципе, не нужны, эти монстры. Танк может просто умереть, и все, и вы пойдете дальше. В данный момент, видите, мы просто убиваем всех мобов. В самом деле, часто происходит такое, что проще сделать именно вот так, просто всех убить. Далее, вот смотрите, механика с вот этими теневыми манерами. Короче, они что-то тут какой-то ерундой занимаются. Смысл в чем? Нужно законтролить всех трех. Всех трех вот этих вот, которые синим светятся. То есть, как это делается? Допустим, на одного, видите, кинули лед. На второго можно, к примеру, тоже кинуть лед. На третьего стан. И тогда можно будет убить того, на ком висит стан. Либо, допустим, сало тоже, по-моему, работает. Слип работает. То есть, всех нужно ввести в контроль. Когда они все в контроле, тогда можно бить какого-то из мобов. Ну, естественно, не того, которого заморозили. Вот видите, сейчас на одном стан, на втором лед. Вот мы бьем того, на ком был стан. Бывает очень часто так, что именно на вот этих мобах много времени тратится. Так как, ну, рандомы и голоса нет. И там бывает, что там всех мобов, допустим, заморозят и вам некого бить. Или, не знаю, стан кто-нибудь впадал. Вытащить ему на панель стан. Или там не прошло что-то. Ну, короче, бывают затыки вот именно на этом моменте. Такое мне очень приятно. Здесь убиваем всех мобов. Итак, бутчер. Главный босс этого данжа. Смотрите, держит его танк. Если вдруг кто-то передамаживает танка, то нужно подходить тоже вплотную к боссу, потому что он будет бить больные такие масухи. Имейте это в виду. На ком висит босс, должен стоять вплотную. Кьюшка обычная. Далее, круги. И вот он на некоторых пчелов кидает. Просто они кастуются долго. Когда вокруг вас появился кружок вот такой, просто выходим отсюда. И все, и остаемся живы. Не получая урона. Опять кьюшка. И далее, вот смотрите. Вот именно в этот момент, когда только начинается отсюда, к нему идет вот эта волна, нужно нажать пробел. Это масуха просто на всю вот эту поляну. Если вы пробел не нажимаете, то по вам проходит урон, и вы падаете на несколько секунд встану. Вот, видите, я сейчас не успел. И лежу. Кьюшка. Опять круги красные. Далее, механика с замораживанием одного человека. Вот тут в центре остался один игрок замороженный. Остальные должны выбежать, не попадаясь вот в эти красные круги. И активировать тюрьмы красные. После того, как красные тюрьмы активируют, исчезают вот эти круги. И человек, кто стоял в центре, может быстро выбежать и не умереть таким образом. Вот, смотрите. Я не успел. Тут чувак нажал. Все. Вон он убегает. Остался живой. Сделали. Хорошо все. Продолжаем дальше бить. Далее по кругу все то же самое будет. Кьюшка. Сейчас будет волна. Опять я поздно прыгнул. Давно я не играл, просто разучился. И смотрите. Тут уже будет не видно, наверное. Да, мы его убили. Следующий этап у него будет. Это вот такие же, как были круги. Вот, смотрите. Такая же механика будет дальше, если вы его не убиваете так быстро. Но у вас еще половина круга закрыта будет. Тоже огнем. И одного человека он будет уже не замораживать, а превращать в овцу. Как обычно делали все на Корее, мы этого чела просто оставляли и он умирал. Если же вы хотите его спасти, то овца как передается? То есть нужно подбежать к нему. Допустим, чел стоит вот здесь, второй вот здесь, забирает у него овцу, передает следующему. И следующий уже должен добежать до тюрьмы, и тогда овца пропадет. Вот. Но это геморрой, поэтому обычно вот один человек, кто тут оставался, овцой, если все живы. Мы делали так, ну забивали на него, как говорится, болт. Он умирал, и мы просто дальше спокойно добивали босса. Ну, если вы хотите его спасти, я рассказал, как это сделать. В принципе, про бутчера все. Далее тюрант. Вот он наш первый мини-босс. У него из механик прыжки и инвиз. Когда он будет выходить в инвиз, вы должны подвести его к какому-то из цветов, либо к этому, либо ко второму, и все вместе должны заюзать его. Вот он входит в инвиз, и начинаем, видите, тыкать на цветочек эвку. Когда она дойдет до конца, он выйдет из инвиза. Все, сделали. Продолжаем бить дальше. Вот он ушел опять в инвиз, значит, тыкаем опять второй цветок. Готов. Открылась одна из дверей, бежим в нее. Там тоже самое убиваем. 8 мобов с той локации. И приходим к следующему боссу. Вот мы дошли до второго босса. Тут у нас по механикам самое противное это волна. Сейчас увидите. Вот она волна. Прыгаем чуть-чуть заранее. Не знаю, может быть это было из-за пинга на Корее, но у меня как было. Я, если именно перепрыгивал ее, то обычно она меня даже дамажила. Чуть-чуть раньше, в общем, нужно прыгать, и тогда будет все хорошо. Вот она, опять волна. Тут, кстати, нормально, тут именно перепрыгиваю ее. Здесь тоже желательно убить сначала всех мобов, перед тем, как бить босса. Потом уже бьете босса, и как вы его побеждаете, открывается дверь. Третья волна. Все, дверь открылась. Заходим. Слева, вон там наверху, где моб, видите, там есть дергалка. Ее нужно активировать для того, чтобы дверь, которая сейчас мы зашли, чтобы она не закрывалась. Также на этой локации нужно будет убить 8 мобов. Одного мини-босса. И выпустить двух моряков, которые сидят в клетках. Вот. Вот она, одна клетка. Просто подходим к ней, нажимаем F. И вон. Вон она наверху. Вот. Это вторая клетка. После того, как мы активировали две клетки, выпустили моряков, и убили мобов, спускаемся к боссу и дамажим босса. У этого босса по механикам он кидает на всех в рандомном порядке красные метки. Вот видите, на чувачке метка. Он должен встать за колонну. Колонна ломается. И когда колонны будут все сломаны, тогда потом у него идет масуха. И он ей не будет больно дамажить. Если колонны останутся все целые, то он масухой вас просто всех убьет. То есть, запомнили, на ком красная метка прячется за колонну. Вообще, лучше стоять сразу где-то рядышком с колоннами, чтобы вы успели спрятаться. Вот он даже не юзнул свою масуху, потому что мы все колонны разбили. После того, как мы побеждаем его, сразу активируется вот этот кратер и подбрасывает человека. Видите, уже один улетел. Здесь нужно встать на кратер и улететь вон туда. За вот эту баррикаду, пробежать там локацию, подлететь еще на одном кратере. И уже там вы выходите к боссу. Сейчас я не стал этого делать, потому что человек уже полетел. Сейчас он активирует точку восстановления. И я прилечу обратно туда. Все, заюзали метку. Возвращаемся в данж. Бежим на арену с боссом. Здесь, когда мы подходим, видим несколько кратеров. Это будет механика. И несколько цветочков. Тоже важная механика. Выбираем себе цветочек. Встаем рядом с ним, чтобы все знали, что это ваш цветок. Он будет все время появляться плюс-минус в этом же районе. То есть, ну там левее, правее, чуть-чуть может будет разниться. Встаем около цветочка. И пошел фарм босса. Съедаем еду, выпиваем зелье, соски. Включаем и поехали дамажить. Если есть. Вот я, например, юзнул шейда. Это самый дамажный гвард. Кьюшечка обычная пошла. Вот метеор и кинул он. Видели? Он кастанул метеор. Вот на меня он не кинул. Вот кинул на вот этого чувачка. То есть, от них просто стараемся отбежать. Либо сразу. Можно даже с шифтом. Ну, на морфе. Либо, допустим, если у меня вот есть отпрыжка. Я могу отпрыгнуть от этого метеора. Стараемся в него не попадать. Вот видите, он упал. И потом еще взрывается в разные стороны. Далее, смотрите. Это все будет со звуковым сопровождением. Просто это вырезка из трима. Поэтому я убрал звук. Видите? Загорелись два кратера. А вот он раз. Вот он два. Видно над ними. Пар такой пошел. Остальных нет. Вот. Значит, мы встаем либо на этот кратер. Либо на этот. Для того, чтобы когда он ударит массуху. Вы находились вверху. Вот смотрите. Он подкинул. И дал массуху. Если вы не успеваете подлететь на кратере. Значит, эта массуха прилетает в вас. И если у вас мало хп, то вы умираете. Превращаемся в птичку. Падаем на пол. Встаем рядышком с цветком желательно. Ну или в принципе все равно. Сейчас он притягивает всех к себе. И превращает в мышей. Видите? Всех превратил он в мышей. Далее мы бежим по направлению к нашему цветку. Который мы выбрали. И смотрите. Близко в трансформе мыши мы не подбегаем к цветку. А что мы делаем? Мы закапываемся на каком-то расстоянии от цветка. Вот видите, я закопался. Закопался. Он дает массуху. Вы в это время должны быть закопаны в земле. После массухи сразу нажимаем опять однерку. Вылазим из земли. И забираем свой цветочек. Если вы далеко это сделаете от цветка. То он начнет бежать за вами. В первую очередь он будет догонять мышь. После массухи. И соответственно вы не успеете добежать до цветка. Он вас съест. То же самое если вы в трансформе мыши возьмете цветок. То он даст массуху. И вы не закопаетесь. То есть именно вот так нужно делать. И в принципе это все механики. Дальше все идет по кругу. Опять метеор. Вот сейчас смотрите на меня прилетел метеор. Он меня поджег. Видите он как ни хреново жарит так. Еще такой прикол. Если вы в трансформе мыши не будете вылазить. Он начнет бить массухи. Поэтому долго не сидите. После первой массухи все сразу вылазим. В принципе до конца все будет то же самое. Поехали ты один. Чайкал. Курс от Вестленд. Это по-моему первый мини босс. Тут ничего сложного нет. У него он кидает вот такие кругляшки. Если он вас ударит этим кругляшком у вас не видно хп. Так же если его долго бить. Он потом кидает такие штуки по всему пространству. Но вам нужно выбежать с них. Вот мы прибежали на второго босса. Мансим опять же от этих кружочков. Все то же самое. Есть второй. В общем танк становится с одной стороны. Остальные все с какой-то другой стороны. Когда он будет дуть зеленой фигней. Надо будет вот эти штуки открывать. Чтоб человек смог убежать куда-то. Вот. Куда они все встают? Я что-то вообще не понимаю. Вот. Танк пусть будет тут. Все. Все здесь еще. Вот он начинает сразу с кьюшки. Я специально встаю в самый дальнейший. Он сейчас на меня метку кинул красную. Танк танчит. Хилл хилит. Все как обычно. Кьюшки. Вот опять кьюшка. Чикс. Так. Хорошо. Все. Вот. Кидает кружочки. Вот такие тоже от них. Не забываем отходить. Вот на меня кинул красную метку. Видите? Как только она начинает подходить к концу. Мы делаем вот так. И все. И она там где я был. Открывается. То есть. Понял. Да? Далее он сейчас кинет на кого-то фиолетовую метку. Но они дурачки. Просто они не знают что делать. Когда на кого-то кидается фиолетовая метка. Вы должны начинать убегать в какую-то сторону. И ваши сопартийцы должны открыть вам вот эти вот вороты. Теперь две красные метки. Видите? Видите? Вот на кончик будет фиолетовая. Интересно. Опять лиза. Вот он кинул фиолетовую метку. Смотри. Беги сюда. Ай, дурачок. Короче, вы видели? Я открыл ему ворота. И он должен был бежать просто в мою сторону. Вот и все. Теперь он кинул на меня. Смотри. Что делаю я? Рано побежал. Я сам себе открыл. Блять. В общем, мне некому просто было открыть ворота. Вот с другого ракурса немножко показывают. То же самое. Вот тюкочек убежал. Отпрыжкой так же перепрыгнул этот барьер. То есть, либо можно так, либо кто-то ему мог открыть. И все. Это другая апатия вообще. Все. Босс мертв. Это все механики. И они повторяются. Если вы с первого раза не убили, значит, несколько раз будете делать одно и то же. Здесь получается красная метка. Фиолетовая метка. Должны кто-то открыть ему. Кружки вот эти. Под вас он кидает. И кьюшки. Все. Больше ничего здесь нет. И так побежали. Очередной данж у нас. Темпл оф слайзер. Рекс. Собака. Химера. По-разному его называют. Здесь просто убиваем мопцов. И продвигаемся дальше. Тут прыгаем вниз. Тоже убиваем всех мобов. И так же мини-босса. После убийства мини-босса. Нажимаем вот эту дергалку. Поднимается водичка. Всплываем вместе с ней. Всплываем все равно. Либо вот здесь. С краешку аккуратно. Чтоб не агрить мобов. Либо с той стороны. Ну вот тут вот. Умники блять. Сагрили вообще всех мобов. Далее спрыгиваем вниз. Всех мобов там агрить вообще не надо. Надо наоборот аккуратно пройти. Как можно меньше. Чтобы сагрили мобов. Тут тоже самое. Убиваем всех мобов. Мини-босса. Дергаем дергалку. Опять поднимется водичка. Тут уже поднимаемся с того краю. Потому что мобы начнутся с этой стороны. Очень здорово. Я понимаю, что я today. Вся к ней. Сначалаюся к нismo. Я боюсь об beschäftкsee. Сначала я беру на lifespan. Надрая начинается с ней. Откуда вы единственнойان? убили мини босса можно сразу прыгать и стараться не попасть под вот эти вот горящие взлетающие столбы этих тоже можно перелетать не обязательно убивать ну видимо они не знают об этом далее обычно танк собирает всех мобов но это уже поздний этап игры когда уже все раскачиваем поначалу не знаю может быть придется убивать из этих всех монстров но в данный момент как видите проще сделать так танк собирают всех мобов и уводит их в сторону а мы идем убивать босса маленького вот боссик по моему он мобов ни хрена не уводит потому что он дурочок у меня зажали но со всех сторон убили босса даже если там остались мобы бегаем вот сюда ныряем и плывем куда-нибудь подальше в общем ребят на этом боссе есть механика вот с этими дергалками в определенный момент я не знаю дойдем мы до него сейчас или нет или быстрее он умрет он будет заполнять это все пространство какой-то бурду я не помню уже вот и в это время здесь появляется еще одна дергалка на которую один человек запрыгивает и вон там вверху надо дернуть рычаг остальные же все почему нам не висит босс остальные все дергают вот эти вот рычаги также видите он стреляет отравами отравы просто отбегаем сторону и у него еще будет механика с меткой на одного человека которую нужно будет задыхать то есть на зеленого чела кидается вот на меня метка теперь меня объясняю передо мной он дает по помеченному человеку два удара сейчас я их пережил но на начальных этапах это будет очень тяжело сделать поэтому перед челом на котором метка все время встают еще люди которые будут дыхать вот видите вот сейчас появилась вот эта вот штучка один человек начинает делать вот так чтобы дернуть вот этот рычаг остальные дергают вон те рычаги вот те но они не хотят этого делать это самое сложное на вот этом боссе то что один человек должен дернуть тот рычаг сверху который был и остальные в это же время дергают вот эти то есть каждый человек должен распределиться стать нам рядом со своим рычажком когда наступает этот момент когда он начинает заполнять это пространство какой-то жижей сразу все прыгают и делают то что только что проговорил также с этой зеленой меткой обычно как обычно вообще босс стоит по центру я не знаю почему сейчас я переагрил танка но обычно когда на кого-то вот как сейчас на меня кинули зеленую метку он отходит вот так подальше и перед ним сначала кто-то один подходит ловит потом 2 и третью ловит сам человек который зеленой меткой по моему три удара он дает в общем на начальном этапе чел с зеленой меткой все удары не переживет в любом случае поэтому перед ним должен кто-то вставать вроде бы все спасибо всем кто досмотрел до конца кому понравилось жмем пальцы вверх подписываемся пишем комментарии и удачного дропа в данжах